Всем привет! В этом видео покажу пустые баночки бытовой химии за два месяца, за декабрь и за январь. Давайте начнем со средств для мытья посуды. Закончилась вот такая огромная упаковка таблеток для посудомоечных машин, целых 100 штук, от производителя Frau Schmidt. Это, кстати, наш российский производитель. Эти таблетки не требуют уже ни соли, ни ополаскивателя. Прекрасно отмывают посуду. В общем-то, я покупаю не первый раз. Всем довольна. Кстати, в упаковке в подарок действительно идет вот такая маленькая упаковочка. Это очиститель для стиральных и посудомоечных машин. Там две таблетки, что, в общем-то, тоже приятно. Обязательно буду повторять. Я очень довольна качеством. Для мытья посуды руками. Сейчас, когда разбирала банки, оказалось, что пользовалась я только средством АОС. Кстати, осталась очень довольна. Во-первых, я использовала две вот такие большие бутылки. Это активная сода и натуральная горчица. И та, и другая бутылка, в общем-то, были использованы с большим удовольствием. Прекрасно посуду отмывают. Никаких нареканий. И практически, как вы видите, осталось, ну вот, совсем чуть-чуть. Закончилась у меня бутылка. Это АОС масло розы нежность рук. Здесь был очень приятный для меня аромат розы. По своим моющим качествам. В общем-то, как обычный АОС. Ничего нового. Для стирки белья. Во-первых, закончилась у меня вот такая огромная бутылка, полтора литра. Это средство ОКСИ. Продается в магазине Фикс Прайс. Я покупаю именно такой вариант. Это деликатное средство для стирки детского белья. Во-первых, вполне себе хорошо отстирывает. Во-вторых, нету такого неприятного запаха, который бывает при стирке у дешевых средств. Ну, например, как вот у такого Велора. Мне не нравится запах. Но я покупала для такой, знаете, быстрой стирки очень слабо загрязненной одежды. В принципе, для этих целей вот этот Велор подходит. Но, наверное, все-таки откажусь вот от подобных совсем дешевых средств с не очень приятным запахом. Лучше же купить бутылочку вот такого ОКСИ. Ей гораздо приятнее пользоваться. Так, покажу вам две вот такие бутылки от Хоум Стар. Для меня это сейчас совершенно такое многофункциональное средство. Продается в том же Фикс Прайс. Стоит бюджетно. Как я использую? Во-первых, использую на кухне для профилактики засоров. У меня, знаете, муж любитель иногда что-то не выкинуть, в общем-то, в ведро. Не знаю, смыть там с посуды, в общем-то, попадает все это в стоковое отверстие и, к сожалению, может сток засорить. Вот для профилактики таких засоров я периодически этот гель использую. Почему перестала использовать для профилактики в ванной комнате? Потому что там в основном происходит засор моими длинными волосами. Ну, может, да, произойти. Как я убедилась, волос это средство не растворяет. Также был на кухне, опять же, вызванный какими-то, по-моему, овощными очистками небольшой засор. Этот гель помог. Я залила его, правда, на достаточно длительное время, минут, наверное, на 30. Но засор полностью был прочищен. И этим средством просто отлично чистить унитаз. Во-первых, этот гель, он достаточно густой. Он на стенках на какое-то время задерживается и отмывает. Он очищает просто все до блеска. Но также для унитаза я использовала еще и вот такой бреф. Бреф, чистота, блеск, хороший густой гель, очень густой, прекрасно очищает. Но, в общем-то, к брефу у меня никогда никаких претензий не было и нет. Для чистки ванны и раковины я использовала универсальный чистящий эко-крем на натуральном меле от производителя Zero. Здесь еще и сок лайма он содержит. В общем-то, густой, хороший крем белого цвета, прекрасно все очищал, любые загрязнения. Нет вот у линейки Zero каких-то неприятных химозных запахов. Вообще, все, что я покупала от этого бренда, мне все нравится, я осталась довольна. И сейчас у меня в использовании тоже парочка средств от этого бренда. В общем-то, рекомендую, если вы еще никогда не пробовали. От производителя Frau Schmidt, от того же производителя, от которого я использовала таблетки для посудомоечной машины, я купила первый раз попробовать вот такое жидкое мыло пятновыводитель. Эффективно удаляет пятна и подходит для всех видов тканей и для всех типов тканей. Что могу сказать? Если использовать как пятновыводитель для каких-то не очень сильных пятен, для свежих, да, средство эффективно действует. Попробовала вывести какие-то более сложные пятна, застарелые, нет, тогда этот пятновыводитель не работает. В основном использовала для каких-то свежих пятен. Во-первых, наносила на само пятно и потом еще добавляла некоторое количество при стирке белья. Да, тогда от пятна, в общем-то, ни следа не оставалось. В общем-то, жидкое мыло пятновыводитель неплохое. Единственное, не могу найти по адекватной цене, покупать за 200 или 200 с чем-то рублей такой небольшой объем, сколько у нас здесь, да, 500 миллилитров. Ну, как-то не хочется, расходуется очень быстро. Закончился у меня антипыль, антиаллерген от Пронто. Это у нас полироль для мебели с ароматом лимона. Точно такая же бутылочка у меня сейчас в использовании. Все-таки от Пронто я убедилась, полироли самые лучшие. Во-первых, они пыль прекрасно очищают. Во-вторых, по крайней мере, вот этот антипыль, антиаллерген, он действительно в какой-то степени препятствует оседанию пыли. Ну, по крайней мере, сейчас, зимой, когда окна в основном закрыты, пыль седает очень-очень медленно. И мне нравится вот этот приятный аромат лимона, какой-то аромат уборки, не знаю, аромат свежести. В общем, Пронто я довольна, и несмотря на совершенно небюджетную стоимость, я обязательно буду покупать и дальше. Ушло у меня целых две упаковки антинакипи, опять же, от Фрау Шмидт для чайников и кофеварок. Использовала только для чайника. Да, за два месяца у меня ушло две упаковки, то есть четыре таблетки. Раз в две недели мне приходится обязательно чистить чайник, потому что у нас жесткая вода, накипь образуется очень-очень быстро. Я пробовала разные другие антинакипи, я пробовала лимонную кислоту. Все они убирают известковый налет, да, вот этот, который у нас появляется от жесткой воды, процентов на 80, на 90, что меня не устраивает. Вот этот антинакипи убирает в моем чайнике все на 100%. Он просто сияет чистотой, поэтому я продолжу покупать именно такую антинакипи, хотя она не самая бюджетная. Вот такой очиститель для стиральных и посудомоечных машин. Во-первых, я покупаю очень часто сама, а в этот раз он шел, как я вам показала, в подарок к таблеткам для посудомоечной машины. Использовала одну, здесь две таблетки, одну использовала для стиральной, вторую для посудомоечной машины. Я не могу визуально как бы отследить, да, понять, насколько эти таблетки что-то хорошо очищают, удаляют накипь. Но, по крайней мере, в посудомоечной машине после использования этой таблетки нет каких-то жировых загрязнений, да, то есть она визуально выглядит более чистой. Ну, я надеюсь, что и накипь все-таки как-то эти таблетки удаляют. И последнее, что вам покажу, это мои любимые меламиновые губки «Ластик». В упаковке идут две губки. Покупаю только эти в магазине «Фикс Прайс». Мне они больше всего понравились по качеству, а я покупала другие от других производителей. И в «Улыбке Радуги» покупала, и на «Алиэкспресс» заказывала. Вот эти все-таки для меня самые лучшие. Они дольше всего служат. Они лучше всего убирают загрязнения. Любые такую губку перед использованием надо обязательно смочить водой, отжать и использовать только во влажном виде. Ну, отличные губки. Что тут еще скажешь? Я такими пользуюсь на постоянной основе. Ну, вот такие пустые баночки от бытовой химии образовались у меня за два месяца. В общем-то, в основном я всем довольна. Все мне это помогало в стирке и в уборке. И рассказывайте, чем вы обычно пользуетесь, где вы все это покупаете. С удовольствием почитаю ваши комментарии. А я вам желаю удачи, самой-самой легкой уборки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok